29 октября 2024 год вернулся вчера старшина из госпиталя после ранения говорит натыкался месяцами он лечился несколько месяцев натыкался на твои видеоролики в соцсетях не пойму откуда у тебя столько оптимизма и в принципе не он первый меня это спрашивает в комментариях одно дело в комментариях другое дело сослуживец и объясню у меня ему объяснил и вам объяснял что я не нахожу для себя поводом искать причины для пессимизма сосредотачиваться на причинах пессимизма все их прекрасно знают особенно старшина с госпиталя вернулся я представляю что он там почище того что я вижу то есть раненых там покалеченных но я не вижу повода сосредотачиваться на этом в этой борьбе с оккупантами мне кажется мы как более слабая страна вопросов нет украина по стране с российской федерации о чем вы говорите в десятки раз больше экономика в россии в тысячи раз на было вооружение больше там все советское там сосредоточилась вооружение ну то есть вообще вопросов нет все это знают то есть и я это знаю я с этим сталкиваюсь на с количеством обстрелов но я как бы стараюсь акцентировать внимание на том что по сравнению с двадцать вторым годом количество обстрелов уменьшилось но у меня лично в двадцать втором году там одно количество прилетов было постоянно по нам влупили безостановочно а сейчас извините меня сейчас уже такие бывают никогда больше мы стреляем по ним чем они по нам я не вижу причем понимаете в чем еще дело я понимаю как пессимизм как деморализация действует на людей у меня сегодня как раз тот случай сегодня по моему харькова прилетела по газпрому блин первый в советском союзе здание высотная небоскреб 28 года постройки по нему прилетела российская бомба как раз по поводу деморализация то есть когда в двадцать втором году моему младшему сыну этот момент было 12 лет и вот идут там обстрелы минометы прилетают под домом по садику мина прилетела в соседние там квартиры мины прилетели там ствольная артиллерия работает по жилым кварталам по северной салтыке и северной салтыке рядом жена и сын мой младший то есть и я так краем глаза а я уже а тошник тот момент я говорю то есть идет ствольная артиллерия работает давайте сместимся вот в эту сторону квартиры идет там минометка я знаю что ну то есть я как бы понимаю как себя вести как она куда она может прилететь как она осколка то есть это все в курсе тогда я смотрю краем глаза что ну сын так в общем-то но обстрел и обстрел он это по моему воспринимал там как компьютерную иглу но потом начи прилетела авиабомба это был пед я в четырнадцать пятнадцать году с конечно с авиабомбами не стал это был первый мой опыт когда рядом с домом упала авиабомба она прошла взрывной волной там соседний дом просто насквозь там и до нас дошло там через этот садик в общем его тогда видимо в моих глазах растерянность я не знаю что там сын увидел ужас я первый раз увидел что сын 12-летний мы у него слезы в глазах появились он это он увидел что я не владею ситуацией и он испугался сам и он потом мне говорил что я первый раз понял что ну то есть ты не понимаешь что дальше делать потому что ну против авиабомбы ты ну ты никуда не скроешься ни через две стены ни через три стены то есть когда я понял что понимаете но тут не в том дело как я себя в тот момент чувствовал а в то что я своим поведением деморализовал из сына ну и жену я так понимаю там через сына уже это никакой пользы в ситуации не приносит то что там паникуете начинаете скулить там он теперь авиабомба теперь вообще там ничего нет я условно говорю да и то что сейчас вокруг меня там кто-то говорит а вот что ты говоришь сколько у них погибло россиян оккупантов да а почему ты не говоришь сколько наших погибло ну потому что это не поможет ничем нам отбить оккупантов я думать я не знаю сколько у нас погибло людей я с четырнадцатого года знаю сколько у меня погибло на всех погибших в подразделении конечно я знаю но я хочу показать на те моменты которые говорят о том что вот этот зверюга этот гризли этот медведь блин нафиг ему недалеко уже до медвежьей болезни когда он обсыраться начнет то есть я показываю что у него там уже лапа там наковыляет что у него уже там клок шерсти там выдран из спины понимаете кровотечение там идет вот я пытаюсь на этом сосредоточить потому что если вы будете смотреть на себя и видеть что вы как более слабая страна истекаете кровью то вам никак победить этого медведя этим это не поможет поэтому я показываю что в чем здесь ваши деньги считаешь потому что это важно они нанимают блин там это же они северокорейцев тяну чтобы с нами воевать не мы да мышь правда мы же еще никого там никакая армия не заходит нам помогать против нас сейчас воюют фактически две ядерных державы северная корея и кндр до северной кореи это неофициально назвать и российская федерация первая армия мира ну и там девяносто первая армия мира бумаги я показываю на то что они да наши наши сопротивление это я раз на она приносит свои плоды понимаете это важно важно это важно то что в двадцать втором году стоимость нефти какого там 13 июня что ли было 124 доллара а сейчас она 70 это важно это правда важно потому что этой российской федерации все возможности вести войну это доходы от нефти 65 там 70 процентов доходов россии это от нефти не от газа там нет нет никаких там лесов не от каких алмазов это просто вот как говорил там я не помню какой звали пакет россия-то с бензоколонка притворяющаяся страной вот это важно я хочу показать что это сейчас идет на убыль то есть источается их запасы то что нет по три миллиона платят за наем уже одного человека потому что никто их южи не хочет приходить здесь помирать это тоже важно я воодушевить пытаюсь конечно вы думаете на меня не действовать те известия что в харькове газпром вот это банка что у меня там рядом с домом северная салтовка с моим домом блин там сносят блин подъезды целые дому прямо сейчас ну конечно это бодрости духа не прибавляют я поэтому я пытаюсь показать что прибавляет бодрости духа что добавляет оптимизма что добавляет веры в то что все равно мы эту гадину добьем все равно она уже истекает крови все равно у нее уже так или иной доживу я конкретно до этой цели не доживу до это для этого события но это к тому идет понимаете все вот эти отставки там учетные по 21 проценту которых никогда в истории не было у российской федерации во фазе типа многим даже ни о чем не скажет ну блин ты я понимаю например что это важно и это говорит о том что россия там недалеко уже осталось до того что она просто не в состоянии будет россии же не помогают так как нам да там нам эти предли приходят там и все остальные они нам приходят это не наша там за не наши затраты на них это нам помогает запад справиться с этими оккупантами россии помогает северная корея иран иран он сейчас там разбомбили спасибо израильтяне все эти по производству взрывчатых веществ на нашей стороне все таки помимо тоже про правда справедливость и само чистое добро по ведь я за мы защищаем свою страну нас а под напал агупан первая военная страна в мире то вторая армия мира там называйте как хотите нам еще и помогают америка там европа австралия япония на стороне российской федерации северная корея и иран так что ребята мы их добьем не сомневайтесь в этом не на секунду то что там сейчас еще раз говорю там селидова захватывает там покровском до покровска 35 километров до селидова 23 донецка который четырестом году был захочет не смотрите вы на это смотрите на то что нам заходит в 16 смотрите на то что нам заходит там мираж и следующем году что нам дают там вооружение там что нам дают финансовую помощь поймите что мы рано или поздно их все равно перебили перебьем и вернем все в 91 года границы так и будет что не переживайте по этому поводу просто деморализация вот это она никому пользы не делает понимать я понимаю что коррупция что надо бороться с коррупцией что там еще это все правда ну как бы сосредотачиваться сейчас на том что у нас там коррупция когда у тебя просто вражина в доме твоем давайте как бы по мере приоритета расставлять по мере важности задачи решать разберемся с российской федерации я не думаю чтобы параллельно сможем сделать это побороть коррупция не знаю может кто-то и может пытайтесь сделать это кого это зависит сейчас по моему важнее то чтобы сейчас российской федерации разобрались так что не переживайте все будет украина не поймайтесь не надо их деморализации